Прохождение медкомиссии – стандартная процедура перед отправкой в армию для каждого призывника. Показатели у Юсупа Медарова – хороший рост и вес соответствующий, хронических заболеваний нет. Служба в армии, уверен молодой человек, имеет ряд преимуществ. К примеру, помощь в трудоустройстве. Интересное военное направление. Все, что связано с армией и в дальнейшем будущее, которое можно построить в определенных структурах. Какие войска по воду. Ну, плюс, часто считаются уважительными. Желающих служить в этот весенний призыв увеличилось, отмечают сотрудники Назрановского районного военного комиссариата. В различные рода войск от военкомата уже отправлено 14 новобранцев. Призывная кампания идет полным ходом. Уже 26 числа мы отправили уже вторую группу призывников. Которые пошли служить в военно-космические силы. То есть, будут носить синюю форму, с летчиками работают. Очень престижные воинские части. Ребята с радостью пошли. Заметную роль в желании ребят отдать свой долг родине сыграли не только подворные обходы, но и встречи сотрудников комиссариата с потенциальными призывниками. На них ребятам рассказывают о критериях отбора в армию, льготах и порядке прохождения службы. Рассказывают, что там ничего сложного нет, какие условия у них там будут, как их там примут, какое обмундирование выдадут, какими занятиями они там будут заниматься, стрельбы, военно-политическая подготовка и так далее. Я, как никто другой, знаю это. И ребята задают вопрос. Мы ездим и в среднепрофессиональные учреждения, в колледжи, в техникуме. Там тоже ребята задают вопрос. Тоже вопрос стоит, отправят ли меня на спецоперацию. И, соответственно, рассказываем, что призывники в зону специальной военной операции отправляться не будут. Дополнительно военный комиссариат при содействии ДОСААФ бесплатно готовит призывников, которые будут проходить службу в качестве водителей. После армии новобранцы смогут свои права уже использовать в гражданских целях. Причем на них будет отмечаться стаж вождения. А это ценится в компаниях грузоперевозок. Есть сейчас возможность у граждан призывного возраста, которые в этом году заканчивают вузы, отучиться бесплатно на права. То есть мы учим бесплатно ДОСААФ, учат бесплатно три месяца. Потом уже в осенний призыв эти люди пойдут в армию уже непосредственно водителям. Также можно отучиться и 17-летним ребятам, которые заканчивают вузы. Но до осеннего призыва кому исполнится 18 лет. То же самое они пойдут в армию уже водителями. Несмотря на ряд привилегий, которые предоставляет военная служба, есть и те, кто не спешат идти в армию. В военкомате напоминают, армию пройти обязан каждый гражданин страны, достигший 18 лет. За уклонение призывнику грозит крупный штраф в размере 200 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет. Уклоняется от военной службы, по повестке не приходит. Отказывается расписываться в повестке, допустим. Мы сразу ведем административную работу. Начальник отдела составляет административный протокол об административном правонарушении. Отправляет в органы ГОВД, РОВД. И уже эти граждане будут либо приводиться сюда, либо, если будет отказываться, уже вплоть до уголовной наказания. 96 новобранцев. Именно столько должен отправить на Зрановский район и военный комиссариат в рамках весенней призывной кампании. Следующая отправка запланирована на 16 мая. Всего ряды вооруженных сил в рамках весеннего призыва пополнят 147 тысяч человек по всей стране. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.